Друзья, всем привет! В общем, так, смотрите, волнуюсь, как будто первый раз записываю видео про готовку, вот честно вам скажу. Приобрел недавно себе сковороду, вот, и хочу на ней пожарить фарш, вот. Ну, а потом фарш закинуть в макароны. В общем, блюдо будет называться «Как приготовить макароны по-флотски», да? Не знаю, что из этого получится, вообще, в первый раз на этой кухне собираюсь готовить. Вот, кухня замечательная, новенькая, да, находится квартира в Ставрополе, юго-западный район, вот. Сковорода новая, квартира новая, все новое, вот. Ну, и, наверное, давайте будем приступать. Во-первых, я хочу посмотреть, как включается плита. Я ни разу ее не включал, но я примерно предполагаю, как она включается. Посмотрим сейчас, вам, наверное, отсюда будет лучше видно. Запись идет? Да, запись идет. Ну, к примеру, мне нужна дальняя, вот эта, ближняя, я ее хочу зажечь, да? То есть я беру, ага, а куда она должна крутиться? А, нажать надо было. Так, видно вам, не видно? А, вот. А что, она не эта? Должна же, по идее, пык-пык-пык-пык вот это делать, нет? Или это не оно? Наверное, это не оно, ладно. Хорошо, что у меня в запасе есть спички. Так. В запасе есть спички. Ну-ка. Вот он подставал. Надо было, наверное, сначала проверить, как работает плита, а потом записывать видосик, да? Ну, ладно. Первый опыт эксплуатации плиты на этой новой кухне. Так. Вот. Работает все четко, смотрите, как классно. Тише, сильнее. Так, ну все, проверили. А куда спички бросать? Так, а куда спички бросать? А я никуда бросать их, да? Ладно, бросим тогда пока в мусорное ведро. Надо будет какую-нибудь емкость приобрести себе, чтобы со спичками проблем не было. Куда их отправлять? Так, смотрите, хорошо. Значит, плита работает замечательно. Что мы делаем? Ну, во-первых, нужно, конечно же, руки помыть. А как же без этого? Берем, значит, мымоем руки, чтобы руки у нас были чистенькие, аккуратненькие, да? Чтобы ни один микроб тут не поселился. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Если я, ребята, много разговариваю, это как бы нормально, понимаете? У меня же, ну, вы сами знаете, словесный понос, там все дела. Первый раз в жизни вытирай руки, а новый полотенчик, представляете? Новый, вот только-только с ленты куплен. Еще даже ни разу им не пользовался, да? Вот. Ой, как приятно. Все, вешаем обратненько. Так, значит, фарш. Фарш. Берем и крупным планом его, что делаем? Правильно, разворачиваем. Видите, тут для перестраховки было упаковано в несколько пакетиков. Так, раз пакетик, два пакетик. Даже написано, видите, я писал фарш CV плюс бар, то есть свинина плюс баранина. Это чтобы, ну, знать вообще, что это за фарш. Как видите, специально его сделали плоским. Для чего? Для того, чтобы он чуть-чуть полежал, и уже можно было спокойно его отправлять на жарку. То есть он ломается. Очень быстро размораживается, да? Не нужно применять в микроволновку. А когда вы так вот куском его положили, да, ну, уже не то совсем будет. Поэтому я вот вам рекомендую, когда фарш готовите, да, там из разных видов мяса, то лучше вот таким вот образом это все делать. И будет все замечтательно. Так, значит... А, сковородка, она же новая совсем, ребята. Ее же нужно тоже помыть. Ха-ха. Я даже как-то и не туда. Так, ладненько. Значит, берем и моем сковороду. Ну и плюс... Да плюс крышку тоже надо помыть же. Так, тут у меня есть губка. Губка новенькая. Есть. Пенофери. Берем и растаем. Ну, хотя она новая, это что-таки не деталь, да, от КамАЗа, что она там промасленная вся и так далее. Но все равно лучше все-таки эту вещь промыть, ручку помыть. Плюс заодно тоже крышку. Сейчас мы ее вот так вот промоем, да, чтобы оно красиво было. Думаю, эти детку пока не отрывать. Почему? Потому что, ну, она сама постепенно отойдет, да, когда-нибудь. Так. Короче, ребят, ну, видос, скорее всего, будет затянутый. Я вот вам говорю. У меня просто такое желание сейчас, знаете, поговорить. Видимо, я давно ни с кем не общался. Ну, как вы сами знаете, да, живу один, как это, в одиночестве. Бывает, что с кем-то поговорить хочется, а не с кем поговорить. И поэтому, ну, когда возникает желание, лучшее дело, что делать? Правильно. Брать и записывать видео. И на этом видео выговориться по полной программе. Даже салфетка новенькая, как она впитывает хорошо. Ой, как замечательно, все новенькое. Так, 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 есть такое дело. Значит, все промыли. Все чистенькое, аккуратненькое после магазина. Хорошо. Еще я знаю, что YouTube просто не любит тишины, вы же тоже знаете, да? Если YouTuber молчит, то это что-то какой-то сраный YouTuber, наверное. Конечно, если он тоже разговаривает слишком много, это тоже сраный YouTuber. Но, тем не менее, вот, давайте я лучше буду это странным YouTuber, который много говорит. Так, значит, что у нас есть сковорода. Готовить я, наверное, буду на медленном огне. Поэтому поджигаем вот эту сковородку. Сковородку, комфорту, которая узенькая, да, совсем. Так, она самая дальняя у нас. Ну, чтобы не мешалась, понимаете? Как будто мешается, мне кажется. Будет хотеться. Не та, что ли? А, точно не та. А! Еще бы немного я обжегся бы. Так. Есть, значит, подожгли. Она так не спеша горит. Ну, и пускай не спеша нагревается, да? Берем и в сковороду перекладываем фарш. Вот весь фарш, который у нас есть. То есть, видите, фарш наполовину свиной, наполовину бараньей и очень много жира. Да, то есть, фарш будет сочный. Тут и бараньего жира много, и этого, и свиного жира много. То есть, тут все замечательно. Прям кладем в сковороду и все. На этом. Я вообще читал, что керамика, она боится острых предметов, и поэтому вот у меня на квартире была такая ложка. Ну, ей уже, видимо, миллион лет до этой ложки. Но, тем не менее, сохранилась хорошо, видите? Такая более или менее. Наверное, буду фарш разминать именно вот этой ложкой. Блин, а что же я это? Масла не налил. А, потому что там жира своего много, наверное, из-за этого. Да, точно. Я вспомню, что я хотел налить туда очень-очень много масла растительного, но этого не сделал. Теперь понятно, почему я этого не сделал. Потому что я, ну, понимал, что здесь же, елки-палки, жир, он уже вытапливается, вы видите? Вы видите? Нет? Не видно вам еще. Так, ну, конечно, такие вещи лучше всего мешать вилкой, да, разминать. Ну, я думаю, и ложкой она тоже разомнется хорошо. Так, ну, пока мясо у нас начинает потихонечку разогреваться, наверное, что мы сделаем? Да, мы сейчас порежем лук. Мы накроем мясо крышей. Пускай оно намедленно может не так потихонечку томится. Ну, не спеша, да? Я за это время, наверное, возьму и лучок порежу. Вот, я специально взял такую большую-большую лучину, видите, самую большую, да? Потому что маленькие все закончились, поэтому мне пришлось взять большую лучину. Так, и, значит, ее мы и почистим сейчас. Блин, ножи все тупые, елки-палки, а? Ну, ладно, я попробую ее почистить тупым ножом. Посмотрим, что от этого получится. Лук, ребята, почищен. Нож вообще военный, смотрите, полручки нету, но зато острый уже радует. Знаете, что обнаружилось, ребята? Досточки нету, на чем резать-то? Нарезать. Надо приобрести. Нету вот этой терки, да, на которой натирать морковку. И нету досточки. Или есть? Нет, это не досточки. Блин, а как же так? Я и совсем, у меня из головы вылетело, что доска нужна. Думал, есть тут все, а тут нету нифига. Вот эта новость. И придется как-то импровизировать. Что-нибудь придумаем тогда. Значит, смотрите. Мясо, оно уже растаяло полностью. И сейчас его нужно все так на мелкие и мелкие кусочки разбить. И делаем на максимум. Ну, поняли, да, чтобы оно не было единым куском. Чтобы это было все по отдельности. И даже, наверное, нужно перейти на другую комфорку. Я, наверное, подожгу вот рядышком, которая комфорка. Так, вот эта. Да, работает все супер. Так, значит, дальнюю выключаем. Переходим вот сюда. Пускай все-таки, наверное, на ней, да, будет это все дело проходить. Угу. Вот. Пошла облежуха веселее. Вы видите? И, кстати, заметьте, я сюда масла не наливал. Вы видите, сколько жира уже выпекалось. То есть, это все вот свой жир. Баранина, свинина. Будет блюдо, конечно, огонь. Взял вместо доточки плоскую тарелку. Буду пробовать на ней лук нарезать. Но куда деваться? Надо все-таки лучок порезать. Как же я так мог проморгать-то этот, а? Что доски нету. Очень большое упущение. Да, вы знаете, ребята. Когда я сказал, что ножик острый, это я поторопился. Тупой, блин, как валенок, а? Конкретно. Замужился я им резать. Но, тем не менее, видите, со своей задачей он справился. То есть, лучок порезан. Все хорошо. Мясо уже начинает розоветь. Вы видите? Подрумяниваться. Скоро будем закидывать лучок. И самое время сейчас уже ставить, ребята, воду. Хватит столько. Думаю, так. Ставим водичку. Пусть она начинает закипать. Будем закидывать макароны туда. Кусочек видео для вставки в этот, в обзор сковороды. Вы знаете, ребята, ну вот фарш жарится, да? И как-то мне непривычно. Тут, видите, такие пологие бортики, да? Не 90 градусов от пологии. Я когда мешаю, у меня постоянно что-то хочет из сковороды вылезти. Вы видите? Вжух вон туда. Как-то либо приноровиться надо. Знаете, так прям аккуратно-аккуратно мешаю. Наверное, если бы сковорода была вот прям с прямым углом, да? Ну, ровное дно. И потом 90 градусов бортик. Может быть, было бы поудобней. Не знаю. Ну, это мой первый опыт именно в такой сковороде что-либо готовить. Ну, пока вроде получается. Видите? Пока ничего даже не пригорает. Все супер. Ну, понятное дело, сковорода новая, да? И я мешаю деревянной ложечкой. Ну, а дальше посмотрим, как оно будет. Вот уже мясо, видите, поджарилось. Еще буквально минут 5. И будем закидывать лучок. Лучок у меня уже нарезан. Для макарон водичка греется, закипает потихонечку. Так что, ну, в целом неплохо. Так, друзья, смотрите. Когда мясо поджарилось вот уже до такой красивой корочки, да? Уже, значит, можно добавлять лучок. Сковорода себя чувствует замечательно. Видите, ничего не пригорает. Все супер. Ну, поджаривается, подрумянивается как нужно. Лук у меня нарезан, так что начинаем его сюда добавлять. Лук придает мясу мягкости. Ну, и вкус, понятное дело. Будем людьми культурными и работать только ложкой, а не руками. Неудобство, на мой взгляд, данной сковороды, то, что пологие края и как-то вот содержимое хочет из этой сковороды, мне кажется, убежать. Надо до того аккуратно мешать, перемешивать и слишком много не наложишь сюда. Ну, допустим, если ту самую капусту тушить, да, то будет проблематично ее перемешивать. Вот, ну, представляете, да, вот одно неловкое движение и все, вся твоя пища оказалась за пределами сковороды. Ну, посмотрим, посмотрим. Все-таки первый опыт эксплуатации данной сковороды. Вот, пока не будем. Нужно хотя бы 3-4, может быть, 10 раз ею попользоваться, чтобы понять, хорошая эта сковорода все-таки или нет. Ну, пока, пока более или менее. Вода закипела, активно бурлит. Смотрите, надо ее сейчас посолить. Я всегда солю перед тем, как закинуть макароны. То есть, ну, на этот объем воды, где-то, я думаю, вот, ну, примерно с пол ложки должно хватить соли. Вот она сейчас побурлит тут чуть-чуть, совсем немножко. Вот, а мясо солить будем в конце. То есть, воду солим сразу, да, а уже мясо, когда оно пожарится. Ну, и вываливаем сюда макарошки. Я думаю, всю пачку вывалю. Все-таки парни все взрослые, большие. Это я среди них самый такой мелкий. Вот. А они-то такие, ух, матерые. Поэтому надо макароны все вывалить. Ну, здесь будет полная, полная кастрюля. Значит, на максимум ставим. Макароны должны максимально быстро закипеть. Поэтому их нужно помешивать, чтобы они не пригорели. Но в то же время нужно не забывать и об фарше, который тоже нужно периодически помешивать. Да, надо к этой сковороде очень приловчиться, чтобы вот все было замечательно. Прям так их хочет за борт мясо, кусочки повывариваться. Блин, не привык я к таким сковородам. Видимо, мало опыта. Может быть, не знаю. Ну, пускай пока тушится, запах уже идет хороший, замечательный. Прям такой аппетитненький. Так, что тут у нас с макаронами? Вот. Видите, они начинают уже, ну, прилипать ко дну. Поэтому этого допустить не надо, чтобы у нас макароны были вареные, а не жареные. Да? Поэтому помешиваем их почаще. Чтобы быстрее закипели, накрываем крышкой. Фарш почти готов, ребята. Сейчас последнее помешивание. И уже можно его чуть-чуть подсолить. Ну, как чуть-чуть. Ну, чтобы он вкусненький был, да? Солить надо щепотками. Ну, щепотки три, наверное, потребуется. Такие, ну, основательные, взрослые, мужские щепотки. Давайте еще одну мини-щепоточку. Опа! Вот так. Короче, если были бы еще специи, да, разнообразные, я бы их тоже закинул. Ну, сейчас у меня пока в наличии нету специй. Я еще их не приобрел. Поэтому пока чисто, вот знаете, так. По-обычному, по-простому. Фарш, лук, соль. И все. Так, макароны тоже уже почти сварились. Такие крупные стали, да? Еще буквально чуть-чуть. И будем ингредиенты смешивать между собой. Я даже не знаю, как лучше поступить. Фарш вывалить в кастрюлю, либо макароны вывалить в сковороду. И что-то, наверное, к первому варианту я слоняюсь больше. Почему? Потому что, блин, с этой способностью сковородки вываливать отсюда все, что можно. Я даже если сюда макарону насыплю, да, оно все вываливаться будет. Как-то не то совсем будет. Вот, пожалуйста, видите, что-то упало у меня. Так. В общем, аккуратно-аккуратно нужно на ней готовить, на данной сковородке. Прямо вот, чуть ли не крестись. Все, я думаю, макароны готовы. Сейчас вот последняя проба. Возьму макаронину какую-нибудь. Да, да. Макароны готовы? Значит, так, выключаем. Выключаем. Теперь, значит, накрываем крышкой, но не до конца. И начинаем воду сливать. Так, взять нужно полотенчик. Та-дам, та-дам. Аккуратненько, чтобы не обжечься, сливаем всю воду. Все, вода вся слита. Замечательно. Так, теперь мы будем добавлять фарш в макароны. Значит, крышку убираем. Фарш у нас уже полностью готов. Выключаем. Не, с той стороны поставил камеру. Вот с этой стороны будет лучше. Не с руки просто, понимаете? Тут микроволновка еще мешается. Переместим вот так. Я же хочу, чтобы вам было видно все. Да что такое, глянь. Вот так будет мне с руки, вам будет все видно. Оно само выпадает, вы видите? Да, конечно, вот такого эффекта от нее я не ожидал. От этой сковородки. Блин, половина еды, короче, осталась на плите. Ну, блин. Как-то, вы знаете, я разочарован. Я ожидал не такого эффекта. Странно и непонятно. Как же так получается-то, а? Да сама выпадает все, видите? Только, может быть, на ней делать яичницу на этой сковороде. Да, что-то как-то я ожидал эффекта другого. Кто же знал, что оно так будет вываливаться-то все. Ладно, у нас видео про готовку макарон по-флоске. И перемешиваем. Перемешивать можно, кстати, ложкой. Это будет даже удобнее. Берем и перемешиваем. И у нас получаются обалденные макароны по-флоске. Целая кастрюля. Ой, а запах какой, а! И баранина, и свинина, и лучок, и макарошки, и соль даже. Ой, вообще такая вкуснятина. Прям вот. Хоть бери и сразу есть начинаю, да? Но нет, я подожду. Пока, значит, соберется вся наша ГОП-компания. Вот. И уже вместе со всеми мы продегустируем. Ну, если будет такое желание. Вот, все. Это значит, нам надо в мойку. Все, макароны по-флоске. Нет, все-таки я продегустирую, ребята. Вот вы как хотите, да? А я все-таки хочу взять вот так вот и чуть-чуть продегустировать. Ну, а вдруг получилось невкусно. Ну, на соль, да? Попробовать же надо. Вот. Ребята, это шедевр. Это просто мечта кулинарной мысли. Поскорее бы они приехали уже. Есть-то хочется. Вот. Ну, все. Такое вот видео получилось, да? Как я впервые, в первый раз, да, готовлю на съемной хате в Ставрополе еду на новой сковородке. Вообще в непривычных для себя условиях. Ножи все тупые. Терпеть не могу, когда ножи тупые. Досточки нету на чем резать. Значит, из сковороды все вываливается вот из-за бортики за этим. Надо, видимо, другую сковородку покупать. Можешь ее сдать. Скажу это. С дефектами не понравилось. Ну, ладно, это шутки все, прибаутки. В общем, ребята, если видео вам понравилось, ставьте палец большой вверх. На канал подписывайтесь, жмите кнопку колокольчик, чтобы новые выпуски не пропустить. Вот. Комментарий напишите какой-нибудь интересный. Ну, вы видите, какой я профессионал-повар, да? В кавычках. Так что там особо не критикуйте. Главное, что еда есть. Она съедобная. Я попробовал, задегустировал. Есть можно. Это уже радует, да? Вот. Ну и всего вам самого хорошего. Всех благ в начинаниях. Успехов. Так что, всем пока. Адивидерчи. Зуп.